Осилин. Ну и вот сегодня будут выяснять отношения на местной арене. Друзья, давайте Бах. Дорогие друзья, небольшие технические у нас неполадки. Давайте, ладно, по составам команды пробежимся. На этот раз сегодня начнем с гостей. Итак, Невча 4-4-2 предлагает нам представить на взятые. Акбак Турак 45-й номер занял местного рода. Затем 4-3, Чика, Невча 7-1, Абдулла Алимов, 17-й, топорная зона. Александр Естич 80-й справа. Сунов был Джонов 9-й слева. А группа атаки Узбек Хачимов 99-й. Шахжет и Байдулла Алимов 46-й, но 4-4-2, по крайней мере, нам коллеги. Трансляцию эту информацию предложили. Лельфом Умиджанов главный тренер. 5-4-3, а также из старта берега. Это поставка на вере. Отметим про Невчи, скажем несколько слов. То, что Невчи, мы уже начали этот тезис. Да и вообще в этом сезоне Ферганская долина, да, там про Набахор. Мы говорили очень яркие, очень мощные трансферы совершил коллектив Самвэла Бабаяна. Да, и не случайно, что Набахор в этом сезоне так идет. Так, Невчи, удар поворотом. И, друзья, на 10-й минуте какой гол красавец. Забивает Ферганцы. И это делает Аброр Исмаилов. Мы видим самые эффективные составы Ферганцев к данной минуте. Поздравление от коллег Айбеки Хличев, который видел большие баталии, большие матчи. И, конечно, гол получился на загляденье. Давайте еще рассмотреть. Дали пространство. Никто не встречает, не держит, не смотрит. Удар. А с отскоком от газона. И здесь Прекович был бессилен. Гол просто красиво. Все, что, кстати, дорогие друзья, к этому. Мы говорили, что нужна пауза Динамо во всех отношениях. И мощный старт. И такое ощущение, что накопилась, да, вот эта какая-то отрицательная энергия, которая была вызвана тем, что Невчи проигрывает подряд в последних матчах. Просто все очень плохо у Ферганцев. Ну и вот они эту отрицательную энергию сублимировали с забитый гол. Так, кстати, нужно заметить, что эти команды играли совсем недавно, да, в Кубке Узбекистана. И там победу праздновали. Футболисты футболист также пожелал успехов клубу, но дальше продолжит боснить где-то в другом клубе. Надеюсь, для Динамо это небольшой удар. Есть кем его заменить. Странно, когда играет по-другому сезону. Вот так вот кто-то кому-то не подошел. Вот одна из этих новостей. Кстати, у нас там нет. Смотрим за штрафным. Стандарт пользу Невчи. Итак, половина первого тайма прошла. Наверное, что... Ой, как здорово! И сейф от Милуи Прековича. Но, по-моему, в офсайде находился игрок. Ферганцев. Ну, как великолепно здесь разыграли свой стандарт. Ждем повтора. Давайте смотреть еще раз. Классика, друзья. Кристи Матина. Никакого офсайда там в помине не было. Никакого офсайда и в помине там не было. Но система БАР, увы, не работает в этом матче. Делали домашнее задание. Держит очень плотно, как вы заметили, Камилова. Только что хотел это сказать. Это значит, что лишают возможности для маневра. Отличный момент. Гоол! Один-один. 36-я минута. Джасу Румаров. Смотрите, какой галечник-то придумал. Давление Динамо скомвердит. Итак, давайте еще раз смотреть, как здесь все было разыграно. Никчи пытался выйти. И вот такая передача очень неправильная, да? Когда ты с фланга, пытаясь выйти, отправляешь мяч вот через себя. Мирзахид Гафуров. И здесь, конечно, не сумел среагировать на происходящее. Но и шансов-то там немного было у Алимова. Подарок, да? Вы смотрите, прям буквально с неба на голову свалился. И Умаров здорово выстреливает. С левой ноги в угол. Без шансов для Тураева. Там убровки, по-моему, было проще выкинуть в аут этот мяч. И было бы меньше угроз. И вот после этой атаки... Так, смотрите, Ашов Камилович. Ашов Малик, Камилович. Мяч вверх на своей команде. Готовит удар. Интересно было. В угол летел мяч. Довольно высокий показатель. Маров направо. Разгоняет атаку Динамо. Заброшит штрафную площадь. Подавливает хозяева. Второй тайм. Разительно у них отличается от первой половины. Штрафной. Давайте смотреть. Ну, наверное, да. Мяч попал в руки. Я не про пенальти. Мяч в руку попал. Да, вы здесь видите. Отрикошетил. Все было очень близко. И, кстати, рефери тоже был недалеко от этого эпизода. Лайсман, может быть, не заметил. А рефери прям в стоплю. Но как быстро они его возвращают. Так. Навес прострел не прошел. Не этот, не другой вариант. Подбор, тем не менее. За Елдашевым. Камилов. Здорово. Кто бил? По позиции, кажется, Рашидов, да? Да. Он самый. Игрок матча прошлого тура. Точнее, прошлой игры с Динамо. Игроков линии, да? Невчи. Больше мы видим футболистов из полузащиты. Таких в атаке, да? Нежели самих атакующих игроков. Нападающих. Нурматов прибавил во второй половине. Елдашев себя предлагает. Нурматов выбирает другое предложение. Удар какой получился сильный от Умарова, но не точный. Марко Сарич, сербский игрок, ему 23 года. Совсем юный. Перебрался из сербского, я даже не знаю, склоняется ли это, Митта Лаца. Свободным агентом. Атака была прекрасна, 4 в 2. Да, жалко, что Юлдашев оказывается, но вот по этой ситуации, жалко, что игрок Самарканов. Нет, это другая ситуация была там, где остановили Алимова. Похраденько, как убежал, а? Да, вот здесь у вас притормозили. Стартовая скорость хорошая. Из четырех добавленных две стекли, но, мне кажется, еще набросит Ухтасин. В принципе, формально должен набросить. Потому что из этих добавленных, то по минутам, может быть, и целых две, да? Ему оказывали помощь игроку Динамо. Команда, которого сейчас в атаке забрал штрафную. Интересно, на самый последний момент. Устал, успел подставить ногу, по-моему, Стойкович. Так, 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 так. Надо успокаиваться. О-о-о-о! Так, и Лайсмены здесь тоже нужны. Не хватит одного Тухтасинова. Здесь очень много игроков. Алимов тоже, в принципе, его понять можно. Но зачем он пошел? Стойковича хватает за руку и его поднимает. Ну, и вот за это ему досталось. Там еще и Турак пришел. Ну, или вратаря попробовать как-то замаскировать под полевого игрока. Ну, и Смайл Акрамов есть. Нет. Все, дорогие друзья, Тухтасина свистит. Наконец-таки для себя он останавливает эту встречу, которая получилась у нас достаточно, ну, скажем так, атакующие моменты были. Мы увидели всего лишь два гола. Абролий Смайлов начал, затем Джасуру Маров все это продолжил. Момента хватало, но эта игра выделяется, как кажется мне, эмоциями. И, наверное, вот этой борьбой, которая обоснована тем, что команда, ну, просто необходима, необходима очки. Понятное дело, где находятся... Пусть сказали... Спасибо. 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 Спасибо.